Пожалуйста. Уважаемый Сергей Миронович, уважаемые друзья, дорогие коллеги, хотел бы прежде всего поздравить с национальным праздником Днем Победы и Независимости 30 сентября. Отмечали его. Вы много раз бывали в этом здании в разном качестве. На сегодня первый визит после возвращения на пост министра иностранных дел. Мы вас еще раз с этим поздравляем. И я помню, как мы вместе работали еще в 2008 году, когда разворачивались события, приведшие к объявлению независимости Республики Абхазия и признанию этого акта Российской Федерации. Ну и потом и премьер-министром, и секретарем Совбеза вы в разных ипостасях вносили большой вклад в укрепление и государственности Абхазии, и нашего союзничества. У нас динамика отношений стабильная, политический диалог развивается. Президенты в регулярном общении в марте этого года подробно общались по телефону. Различные ведомства между собой наладили тесные связи, экономические, культурные, гуманитарные. Ну и мне сказали, это была интересная информация, что объем торговли с допандемийных времен вырос в полтора раза, это очень хороший результат. Мы будем продолжать оказывать содействие Абхазии в социально-экономическом развитии, осуществляется совместная инвестиционная программа. Ну и то, что темпы роста внутреннего лового продукта Республики Абхазии опережают плановые практически в два раза. Это очень хороший результат. Признательно особен за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению специальной военной операции и абхазским добровольцам, и гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам. Благодарны за готовность разместить на территории Абхазии и россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации. И в частности, как очередной пример абхазского великодушия, мы оценили приглашение молодым курянам в детский лагерь в Ачамчире. Продолжим, конечно же, сотрудничество в обеспечении безопасности, укрепление международных позиций Республики Абхазии в соответствии с договоренностями. Министерство иностранных дел взаимодействует активно. У нас план консультации на 2024-2025 год выполняется по всем пунктам посольства в тех странах, где у Сухумы есть дипломатические миссии, Сирия и Никарагуа, тоже наладили повседневную координацию. Ну и, само собой, мы по так называемым женевским дискуссиям по Закавказью занимаем принципиальные позиции и продвигаем такие договоренности, которые будут надежно обеспечивать безопасность, стабильность в этом регионе на основе признания реалий, включая, конечно же, независимость Абхазии и Южной Осетии. Ваши дипломаты, я надеюсь, удовлетворены тем, как им помогают повышать квалификации в дипломатической академии нашего министерства. Продолжим, конечно же, готовить и кадры для Республики Абхазия в МГИМО. Договорно-правая база у нас прочная, более 120 документов, и мы приветствуем последний шаг в этом направлении 25 сентября в Абхазии ратифицированного соглашения о признании и приведении в исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Ну и рассчитываем, что и остальные находящиеся в работе проекта документов будут оперативно согласованы. Так что сегодня поговорим о двусторонних наших делах, а потом втроем с нашим коллегой из Республики Южная Осетия проведем уже обзор внешних аспектов нашего сотрудничества. там немало задач, так что убежден, что сегодняшние переговоры будут полезны. Добро пожаловать еще раз. Вы сами вспомнили времена, когда мы с вами устанавливали дипломатические отношения между нашими странами, и потом после этого мы меморандум подписали о сотрудничестве между нашими ведомствами. России. Этот период, конечно, был судьбоносным для нашего народа, потому что исполнилась мечта многих поколений нашего народа за независимость и признание великой державы, российской члена Совета Безопасности ООН, ядерной державы, самой большой страной в мире, для нас открывает, конечно, огромные возможности, и, как вы уже сказали, с тех пор подписано большое количество договоров, межведомственных соглашений, которые дали нам хорошие возможности для того, чтобы развивать нашу безопасность и экономические наши возможности. Если до 2008 года, до признания России, у нас в общественном сознании превалировали страхи, угрозы новой агрессии со стороны Грузии, то после тех договоров, которые были заключены между нами, эта угроза отошла на задний план. Люди стали думать об экономике, о социальных вопросах, и те жертвы, которые за эти годы от рук террористов и диверсантов понес наш народ, и в том числе и миротворцы, которые больше сотни человек положили там за нашу безопасность, мы это помним всегда и чтим, эти жертвы. Вот это все отошло на задний план. Сегодня уже другие у нас заботы. Но так получилось, что вот судьба опять свела нас, и опять непростое время. И наш регион, Абхазия, в таком месте расположено, что события, которые происходят сегодня в мире, а это грандиозные события мирового масштаба, переустройство мировой системы происходит на наших глазах, и все это в непосредственной близости от нас находится. Черное море стало зоной конфликта, все чаще появляются там самолеты разведывательно-американские, корабли заходят, мы это ощущаем. И за Кавказе, которая такая стала точкой тоже после того, как события между Азербайджаном и Карабахом произошли, и ожидания того, как поступит Грузия. Мы знаем, что давление со стороны всяких западных стран и Украины на Грузию, они, руководители Грузии, открыто об этом говорят, их подталкивают к открытию второго фронта. События на Украине, в России, в зоне специальной военной операции, конечно, тоже в поле нашего зрения, и правильно вы сказали, у нас там небольшое количество, немалое количество наших ребят участвует, парней, и, к сожалению, большие потери тоже есть, что говорит о том, что они участвуют непосредственно в боевых операциях. Но наш народ, Сергей Викторович, как Вы знаете, всегда честно и добросовестно исполнял свой союзнический долг. То, что абхазы не склонны к каким-то маневрам политическим, это как раз результат того, что у нас сегодня осталось на нашей земле всего 100 тысяч человек. Мы добросовестно, наши предки, исполняли долг во время Первой мировой войны, когда все абхазы, которые участвовали, вернулись с Георгиевскими крестами, их называли крестоносцами тогда. Во время Второй мировой войны абхазы и осетины в процентном отношении, в списке Героев стоят на первом месте Героев Советского Союза. И сейчас наши парни тоже добросовестно исполняют свои союзнические обязательства. Мы надеемся на то, что наше сотрудничество с Вами даст возможность для того, чтобы мы правильно могли тоже ориентироваться в этом сложном мире, в этой сложной ситуации. У Вас огромный опыт. И я бы хотел, конечно, в таком взаимном сотрудничестве с Вами выбирать правильный тоже путь, учитывая Ваши такие большие возможности и опыт. Ну, мы открыты к такому диалогу, к такому сотрудничеству. Одно, можете быть уверены в одном, что мы честно и добросовестно выполняем и будем выполнять наши союзнические отношения. У нас подписано в плане гармонизации нашего законодательства 45 различных договоров, проектов. Из них 27 мы уже реализовали. Мы и остальные тоже. У нас, конечно, ситуация внутриполитическая тоже непростая. У нас есть борьба мнений. Но в конечном итоге мы все исходим из интереса нашего государства, поэтому все обязательства мы будем выполнять. Спасибо за внимание. Спасибо.